Всем привет, мои хорошие! Ну что, с Рождеством вас, с настоящим Христовым! Сегодня родился Христос. И это большой-большой великий праздник всех православных. Вчера мы с Константином смотрели литургию. Так все, ну знаете, завораживает, конечно. Хотели сегодня утром проснуться и съездить к нам в церковь, в Гамбург. Но что-то погода не та, или настроение не то, или мы еще не дошли до той кондиции, что нужно именно в праздник ходить в церковь. Но, надеюсь, мы скоро своим сознанием вырастим до этого состояния и будем ходить в церковь. А пока у нас можно ходить только на кухню, например, Аленке, и опять что-нибудь готовить. Вчера у нас так все ловко улыбнулось это все. Немножко селедочки осталось, 5-6 картошин осталось. Немножко салатика переборщила, сделала два слоя свеколки. И это было для нас многовато. Вот, так что у нас есть что перекусить. Ну а мы делать будем с вами сочники. Сочельник, сочники, там маленько однокоренное слово. И поэтому мы с вами возьмемся за сочники с творогом. Возьмемся еще с блатертайка, сделаем одну интересную затею я придумала. Ну, короче, будем сегодня возиться на кухне с выпечкой. Хотя, уже знаете, бока торчат. Смотрю свои видео по телевизору. Попа во, бока торчат. За все больничные, за все отпуска мы с Константином поднабрали в весе. Не знаю, что делать. На работу пойдем, наверное, не будем даже в дозы ничего накладывать. Будем чай пить, глушить один на паузах. Да, яблоко есть. Хотя, сказали девчонки, два яблока в день очень хорошо чистят печень. Поэтому будем чистить свою печеночку. Желудочек заодно подчистим. Кишечник свой подчистим. И будет нам мир да благодать. Ну что, мои хорошие, давайте начинать. А там уже, где работа, там и разговор будет. Я опять в термомиксе сделала тесто. На маргарине все, знаете, как на печенье, да? Как мы делаем вот кексики всякие, стряпаем и все на свете. Тесто одно и то же, что на, помните, за 9 копеек коржики. С них можно и коржики прекрасно стряпать, да? С них, с этого теста можно все абсолютно делать. Так вот, я уже наловчилась. Маргарин у меня всегда имеется. Купленный. Это самое дешевое, что есть сейчас. В магазине. И вот так у меня термомикс. У меня беда и выручка. Я уже вам об этом говорила, мои хорошие. Говорят, уже в России пошла. Это утварь, да? Или как ее называть, бытовая техника. Конечно же, не в кастрюле там или еще что-то. Это, конечно же, дорогостоящая посуда, которая выручает всех женщин Германии. Но в России, говорят, уже тоже пошла такая. Интересно, сколько она стоит. Может, у кого-то есть приобретенные россияне? Отзовитесь. Напишите, сколько стоит у вас. У нас сейчас стоит, по-моему, 1350. Этот термомикс. Так, ну все. Наше тесто с вами готово. Нам для сочников нужен творожок. Хватит и одного. Разминаем все вилочкой. Добавляем сюда яйцо. Я желток добавляю. Добавляем сюда. Обязательно. Вы знаете, соль с сахаром, такое сочетание. Не забывайте никогда в булочке добавлять соль. Иначе они у вас будут пресные и не очень вкусные. Поэтому я всегда соль с сахаром у меня дружат капитально. И 4 ложки сахара. Мы любим сладенького побольше. Поэтому потом от этого и страдаем. И все делаем до однородной массы. Я такой творог покупаю в Лидере. Он очень удобный. В русском как-то он мне на послевкусие. Кто-то спрашивает, что такое чам-чам. Это когда вы берете в рот и у вас остается какой-то осадок. То молоко иногда купишь в разных магазинах. Вот это 1,5-3,5. Которое долгоиграющее. Купишь в другом магазине. Уже к своему привык. Например, покупаю в Альде. Уже к нему привыкла. Если куплю в Лидере или еще где-то у меня. Вот именно на языке. Такое послевкусие. Как будто, знаете, по-русски если сказать. Немытые титьки у коровы. Вы будете, конечно, смеяться. Но есть такое. Есть у людей. Вот мы в России держали. В деревне родители держали молоко. И наша корова давала вкусное молоко. Сладкое. Мама за ней ухаживала так. Она такая была здоровучая. 15 литров молока давала. Утром. И 15 литров молока давала вечером. У них сепаратор не выходил из строя. Они не успевали его мыть. Естественно, мыли. Но я просто к слову говорю. Не успевали его мыть. Не успевали с ним. Что-то какую-то жиречку дает. Непонятно. Добавим чуть-чуть муки. А сметана ложка стояла. Но густое было вкусное молоко. И вот когда молоко заканчивалось. Ну, корова же, знаете, может идти к котелу ближе. Ее там запускают. Там то-се-босе. Пятое-десятое с этой коровой. И молока нет. Месяца, наверное, два-три. Два, наверное. Не помню. Три или два. Не буду врать. Можете меня поправить. Вот. И молока нет. Естественно, мы ходим по другим людям. Господи. Я не знаю, или это от корма зависит. Или это от хозяйки зависит. От чего это зависит? Я не в курсе. Но самое главное, что молоко невкусное. И все это говорит о том, что мы привыкли к своему молоку. Так, раскатываем тесто. Я не могу сказать, что мы угрезнуль покупали. Нет. Видимо, скорее всего, чем-то таким кормили, что молоко такой был привкус. Такой был запах у этого молока отвратительный. И мама в основном из него что-то варила или стряпала. Чтоб что-то у нас было. Может быть, скажете, ой, девочки, вы привередливые. Не у всех было в доме молоко. Ну, в деревнях было почти у всех молоко. Это знаете, если в деревне жить и не иметь корову, это значит, не деревенские люди. Я почему-то так думаю. Так. Что-то они у меня ломаются. Видно, да? И вот в каждую, не жалейте, вложите творожка. И вот так накрываем. Все это вот так придавливаем красивенько, чтобы было у нас. Творожка не жалейте. И вот такой сочник у нас получается. Вот. Делаем следующий сочник. Не жалейте творога. Чтоб он у вас все дырочки занимал. Потому что то, что толку есть. Тесто песочное без творога. И сделаем еще оформление красивое. Нам же нужно, чтобы было все очень даже замечательно. Вырежем сердечки. И положим наверх носочники. И вот такая красота получается. Видите? Яйцо добавила молочка. И все смазываем. Ну что, смазали. И в духовочку. Еще я забыла посыпать сахаром сверху. Чуть-чуть, да? На сердечко или так, как у вас получится. Сахарок придает красоту, да? Не то, что там уже сладко-сладко. Кисло-кисло. А просто сахарок растает. И сделает корочку еще румяней. Нам. Все, ставим в духовку. У меня остался еще блеттертайк. С нового года лежит. Не знаю, как он по тесту будет. Как, что будет с ним. Но мы с вами сделаем немножко. Я увидела очень интересную заготовочку. Вот у меня, видите. Аленочка мне написала. Алена, а травку эту не выкидывай. Она, стебельки у нее тоже очень вкусные. И мы эти стебельки сейчас с вами пристроим к делу. Все, что есть в холодильнике. Лучок. Еще что-то. Вот, не доели. Ветчина. Маленькими колбасками, да? Маленькими нарезками. Мы с вами ее сделаем сейчас в дело пустим. Никто ее уже открытую кушать не будет. А мы с вами сделаем доброе дело. Поможем нашей ветчине уйти достойно в желудок. Красиво. И вот так мы это все режем. И все, добавляем все уже. И сырок. Раньше покупала моцареллу, там еще что-то. А сейчас что-то на гауду перешла. Ребятишкам больше нравится с нее всякие эти. И она у меня всегда имеется. И сырочек, да? Такого не будем мы добавлять майонеза. А вот у нас есть вот такая помазка. И мы немножко ее возьмем, чтобы нам это все перемешать красиво. И все это сейчас мы с вами перемешаем. Люди добавляли майонез. А я вот что-то не хочу майонез, да? Этот майонез уже в горле стоит. Хотя я сейчас стала делать свой майонез. Кто-нибудь делает свой майонез? Напишите, как делаете. Я добавляю горчичку, 2 яйца, стакан масла растительного, да? Потом соль, сахар. И чуть-чуть, капельки, 2 уксуса, чтобы подольше стояла моя. Мой майонезик подольше подержался в холодильнике, потому что его мы потом едим. Ну, можно сказать, если так выразиться, ложками, да? Так, вот такая наша мешанинка получилась. Сурок потом растает, будет очень даже неплохо. Много не будем ложить, чтобы жидко не получилось. И вот что нам нужно с вами сделать. Нам нужно в несколько слоев его уложить и прокатать. Сколько у меня получится того, что я хочу. Не знаю, как это назвать. Не знаю. Но другого у меня блатер тайка нету. Было бы два, было бы, конечно, здорово. В магазин идти, облом, неохота. Поэтому будем делать так. Два, три получится и туда, и сюда. Так, он хороший синий, мы, наверное, его отсюда. Это был отвертайк. Так, он хороший синий, он хороший синий. Так, еще маслом смажем на разок. Так, еще на разочек сделаем. И еще раз прокатаем. Так, теперь берем мы опять наши заготовочки делаем. Не знаю, получится, нет. Ну, что-нибудь получится обязательно. И вот, ложим сюда, не жалеем нашу заготовку. и складываем. Вы знаете, вот эта сторона, которую мы катали, да, маслом поливали, она должна у нас красиво разойтись. Вот, не знаю, разойдется она у нас красиво или нет, я вам ничего сказать не могу. Потому что тесто покупное, а там люди делали сами свое тесто. Поэтому ничего не могу сказать. Но посмотрим. Не будем забегать вперед. все увидим, все сообразим на местности. Тесто нежное стало, с маслом, да? Такое прямо, когда его давишь, такое эластичное. И маслицо там видно, слышно, что внутри есть что-то мягенькое. остались же еще кусочки слоеного теста и творог у меня остался. И мы с вами сделаем еще из этого слоеного теста. Посмотрим, что получится. ничего не пропадет, называется, валенки. Ну вот так и складываем все. и смазываем яичком своим. Что-то густое сильно. Надо еще молочка подлить. Не мажется. Вот так ставим в духовочку вот такую нашу красоту. И вот вытаскиваем одни, ставим другие. Сейчас мои хорошие я покажу вам поближе. Вот такие сочники. Ничто не вытекло, ничего не подтекло. Вот сейчас они остынут будут хрустящие, красивые и вкусные. Вот и мои печенюшечки. Все остыли. Посмотрите, какие красавчики. Ой, уже охота их схрумкать, схрумкать, схрумкать. Как они сейчас будут хрустеть, как они будут сейчас вот это вот печенье песочное и тесто песочное мне очень нравится. Ребята, давайте все ко мне на чай. Приглашаю, приглашаю всех на чаек, на кофеек. Костя сварит. Так, мои хорошие, и вот наши вот такие вот получились крендельки. Ой, как все красиво, вкусно. Ничего не вылезло, нигде ничего. Вот один потек маленько, видимо, многовато положила. А это вот творожные еще остались. Ну, что, мои хорошие, вот такая красота у меня получилась. Приглашаю всех на чай. Хотите рецепт, дам рецепт самого печенья. Ну, печенье обыкновенное, ой, это тесто обыкновенное, песочное, да, чтоб только крутилось, вертелось, не ломалось. И вот такая красота у меня получается. заканчиваю свое видео на хорошие нотки. Счастливая и довольная, что у меня все-все получилось. Вот знаете, иногда кажется, да, проснулся, встал с той ноги, да, и у тебя все получается. А может быть, что праздник святой, да, а может быть, еще что-то, а может быть, хорошее настроение, или может у меня там, ну, короче, не знаю, что, но сегодня у меня просто получилось шикарное блюдо с печенюхами совсем на свете, с интересной вот, вот такой вот интересной начиночкой, вот эти вот получились слоечки, или что это, не знаю, как это назвать, вот. Поэтому, мои хорошие, всех на чай зову, другого и никакого больше слова не могу даже вам сказать. Но хочу пожелать вам берегите себя, берегите друзей, берегите людей, берегите своих родственников, близких, родных, звоните, пишите, они так нуждаются хотя бы в маленьком-маленьком звонке, маленьком-маленьком внимании, и это будет им очень-очень приятно. я уже лохматая, я и не была до этого не лохматая, но в любом случае всех целую, обнимаю, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, я уже не говорю об этом ничего, и жмите на колокольчик, тогда вы мои видео свеженькие, только-только из печечки, из духовочки вы первыми получите и первыми посмотрите, а возможно и получится первыми напишите мне комментарий. Все, мои хорошие, всем пока-пока!